Больше двухсот проектов там разного формата прошли вместе с нами. Молодежных, разные люди разного возраста прошли. Поскольку еще в рамках управления по делам молодежи, то это вот такой, все равно, молодежная стилистика, стилистика, молодежный формат, среду аудитория 18-30, хотя сейчас двигается к 35, более активно. Вместе с возрастом первых участников, да? А? Вместе с возрастом первых участников? Да, да, да. И, соответственно, ну вот тут примерно есть включенные темы, которые, так или иначе, у нас были затронуты за все эти годы. Культурных инициатив очень много, и многие многим известны. Там Аня Абрамова была с ее бальными танцами в студии «Одражение». Там «Файерщики» первая группа у нас была, они думали, как им получить разрешение, а так и получили. Были разные небольшие акции. Там фестиваль «Ирландской культуры» ежегодный проходит при нашей активной поддержке. До сих пор мы помогаем им для больших странных товарищей. Ну и так далее, и так далее. Вот. И так, как это не стоит, сам? Наверное, вот сюда нужно, не? Другое место целиться. Вот, да, вот это вот и загадка для меня. Чуть-чуть вперед пройди, и туда попадешь. О, пройди, наверное. Давай, Маш, это самое, кто-нибудь будет летать. Настя, может, полетай. Пробил, я думаю. Да, и у нас есть социальная предпринимательство, это наша идеология, в том смысле, что это объединяющая платформа. У вас коммерческие проекты, у вас некоммерческие проекты. В коммерческих мы ищем социальные измерения. В некоммерческих мы ищем возможности коммерциализации дополнительного устойчивого источника дохода. Вот, ну вот, у Николая был хороший подход по иерархии целей, да, и мы тоже иногда используем преобъяснение, что это определенный уровень развития любого бизнеса, в принципе, когда вы уходите на тот масштаб, когда понимаете, какую, в принципе, общественную пользу вы приносите, чем оправдано ваше существование, потребление больших ресурсов и прочее. Вот, ну и вот эта грань, она правда, еще ближе и ближе, еще больше коммерческих компаний начинают участвовать активно в социальных разных предприятиях. Сегодня буквально эксперт из Москвы, который занимается микрофинансированием, рассказывал, как он долго по московским человекам ходил и мечтал, что такое социальное предпринимательство, а потом заходит в один крупный супермаркет, а там продается щетевой международный сумка, на которой на русском написано 7 принципов социального предпринимательства. А оказывается, просто это международная щеть, которая присоединилась к проекту Винуса, это Нобелевский лауреат, основатель социального предпринимательства, они пропагандируют принципы ценности социального предпринимательства в своем бизнес-подходе. И в этом смысле это вот так идет сверху, снизу, отовсюду. А, надо дальше просто листать, как я понял. Это надо дальше, сразу можно все пролистывать, потому что это не суть. И это можно пролистывать, это не суть. Да, вот разные форматы работы. Проектные тренинги идут эпизодически. В этом году у нас был тренинг курса Аркадия Цукера, управление проектами. Сейчас на выходных будет его завершение интенсивной сессии. Мы проводим раза три в год выездные, не выездные, разные форматы. У нас два формата. Проектный тренажер уже такая отработанная технология, которую мы делали в некоммерческом формате. Вот для управления по делам молодежи делали в таком полукоммерческом формате. Три раза для западно-сибирской железной дороги. Тиражировали в Иркутск на проект, в Байкальске поддержанный компанией N+, школа эко-предпринимательства, эко-бизнеса. И будем сейчас второй уже делать релиз этой школы в феврале. Первый оказался успешным. Для того, чтобы в мозгах молодежи пощелить какие-то другие формы альтернативной занятости, помимо того, чтобы идти работать на ВЦБК, который каждый президент, в том числе каждый новый старый президент, своим новым указом обещает закрыть. Уже четыре указа вышло президентских за последние 15 лет, это закрытие ВЦБК. Но ВЦБК продолжает работать. Что такое ВЦБК? Всего лишь Байкальский цивилизово-бумажный комбинат, который меньше, чем Челенгинский комбинат сбрасывает в Байкал, но тоже у всех является таким гильмом, как глазур. И вот тот же формат, да, ну и даже с Лекшей школой Академпарка раз поработали в таком формате, тоже выяснили, что и с айтишниками разными тоже можно в таком формате работать. То есть это такая схема проектной работы, которая более или менее ложится на разные форматы, ну с какой-то адаптацией. Да, есть формат Инвесткафе, который мы опробировали, такой неформальной встречи с сообществом, менторов, инвесторов, в широком смысле слова, да, там, чиновников кого-то статуса. Ну и какая-то система, протосистема, про лечирование поддержки, на самом деле ее как системы нет, а есть просто сообщество, и когда кому-то какой-то проект нравится, ну, начинаются разные взаимодействия, которые в итоге некоторые проекты поднимают на хороший уровень. Да, вот. Давайте дальше. Еще дальше. И еще дальше. Да, вот. Мы на разных уровнях. То есть кто-то приходит столько вот с идеей, кто-то приходит уже есть действующий проект, он думает, как чего-то улучшить или себя лично проточать, да, вот. Кто-то приходит для того, чтобы идею превратить во что-то более структурированное, оформленное, ну и дальше у всех разная степень успешности, но каждый какой-то шаг вперед делает в основном. И это все сочетается в одной сессии. То есть если большая сессия, то это порядка сотни человек, и там есть дети или педагоги из села, вот, есть суперсовременные молодые люди, которые, там, менеджеры корпорации, у которых есть какая-то своя идея, они пришли посмотреть на это все, да. Ну и поскольку есть поддержка управления полива молодежи, то, как правило, это почти ничего не стоит. То есть, там, мы берем символические 500 рублей за, вот, там, 3-4-5-дневные семинары, там, 1000 рублей, вот. Иногда ничего не берем по ситуации, вот. Ну и есть коммерческая форма участия, там, порядка, мы берем 7000 рублей, что тоже не так много, ну и такие прецеденты тоже были, когда вели заплату участника, да. Вот однажды Александр Воинов так много к нам отправил своих, что мы потребовали за пару человек оплатить, а сегодня я еще заработаю. Да, человек, человек 10, по-моему, моя пара. Да, 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 один раз. Ну, то есть, кстати, про то, как растить людей с предпринимательской жилкой, вот это вот сюда нужно отправлять своих людей. Ну, у которых уже что-то есть, правда, да. Или брать готовность оттуда. Мы от компании даем проект идею и отправляем людей, чтобы они проработали этот проект и приняли его на себя. Вот, ну и давайте дальше. Вот, да, в этом, да, это примеры заказчиков, проект, там, чего-то еще. Кубик, да, это сейчас действующий проект, Роксана Панова сейчас в Москве подрабатывает модельером, вот, Паевщики, те самые первые, там, фестиваль фотокино, первый состоявшийся с нами, текущий проект, наш партнер-тренинг для подростков «Критикаль», социальная интеграция «Юта», которую поставили за часов в Москве и в парке, в смысле, вот, и сейчас они там хотят это на отчерение сделать, и это у них получится, но, по пути, и путь как. Уже получается. Уже получается, да? Уже, уже у них там три чума. Уже ты чума. Ну ладно, еще, мы тоже не приехали, значит, да, но мы будем их поддерживать по мере силы и возможности. Чего же Настя на проростке сюда не за них? А надо картинку, картинку. Настя не пишет ничего. Вот, да, нам не хватает, ну, кстати, Настя, нам не хватает обратно свечи отправить. Пусть вот, грубо говоря, что-то зайдет, что-нибудь там, постит. Хорошо, хорошо. Вот, и, ну, давайте дальше, да, дальше, дальше, дальше. Потому что у нее-то вообще же там тоже награда была. Да, 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 это нам надо. Вот, ну, и вот, да, у нас есть разные форматы. Вот сейчас мы будем работать с 14 по 16, там практически два дня, и у нас новый формат такой, ну, предпринимательского тренажера. Мы научились работать с проектной методологией, сейчас мы учимся работать с методологией бизнес-модельной. Это тоже очень увлекательно, вот, и пока остальные эксперименты будем как-то технологизировать это дело. Но, фактически, да, речь идет о том, что люди в интенсивном режиме проживают много разных этапов задач, стрессовая ситуация, задач, которые нужно выполнить больше, чем времени, которое есть у людей, которые доступны. Вот, нужно как-то самоорганизоваться, вот, собраться, и очень часто, ну, вот так проживается вперед какая-то ситуация, некоторые кризисы, которые в плавном режиме были бы заметны еще когда-то или вообще бы не всплывали, они тут все тут же всплывают, становится чего-то понятно, да. Вот, и, ну, вот, некоторые люди, уже осознав это, приходят там второй, третий раз на такую свечу, ну, для того, чтобы, понятно, зачем прийти. Вот, некоторые спустя там два или три года возвращаются. Вот, и мы при этом хотим не просто быть таким тренажером, пропускающим, вот, как труба какую-то массу прошла, труба осталась, масса улетела, да. Мы стараемся сейчас сформировать некоторое сообщество, но вот как это сделать, пока до конца еще не поняли, какие-то интуитивные, какие первые, а может быть, не первые шаги делают. Ну, чего-то начинает формироваться. Вот, есть пара идей на эту. Ну, и давайте дальше. Давайте дальше. Ой, да, это картинка про методологию. Давайте дальше. Да, вот. И вот есть, да, ближайшая, буквально, вчера была вот такая бизнес-лаборатория, и каждый среду она бывает, где мы по формату бизнес-модели, распадываем какие-то проекты, идеи проектов, и мы пытаемся про них чего-то понять. Вот. Это абсолютно бесплатные мероприятия на этом этапе. Мы всегда рады, кто-то прикурить. Ну, стараемся за пару дней определять тему, чтобы люди понимали, ради чего они приходят. Ну, или на мечте уже поформулировали, да. Вот. Кроме того, будет до Сэщи, и в рамках Сэщи еще будет отдельно такой ночной и утренний режим тренинга Аркадия Цукера. Это тоже хороший маркетолог и консультант разных компаний, который давно работает с нами, вот, был идеологом именно проектного тренажера. Соответственно, тренинг будет называться «Повышение доходности проекта». Он будет, значит, в субботу вечером начнется, в субботу в 5 вечера, вот, продолжится до скольки-то субботы, часов до 11, наверное. Ну, как по ковиде, не отлично сказать. В эту субботу, да-да-да, все быстро. Вот. Или в 5-й. Суббота тренинг начнется. Вот Сэщи, да, внутри Сэщи будет тренинг. Да, и кто-то идет на Сэщи в целом, а кто-то окна будет сэщи, да. Вот. И, соответственно, в пятницу, да, в субботу он начнется, вот тогда вечер, и воскрешение до обеда продолжится. Вот это такой. Это санаторий «Альтерна». Санаторий «Альтерна», вот. Это парк культуры и отдыха «Сесновый порт». Вот. И, да, соответственно, вот можно позаявить там. На тренинг Цукера можно хоть завтра еще заявиться отдельно. Но там есть два режима. Когда вы сами уезжаете и возвращаетесь потом утром, да, и когда вы там остаетесь. Вот. И у него цена может быть разная, соответственно. Она тоже будет символическая, потому что мы это делаем в рамках этой программы господдержки все равно. То есть она будет или тысяча рублей без проживания, или полторы тысячи рублей с проживания. Вот. Но надо понять, что вам это надо. Ну и там, опять же, он работает все-таки в таком молодежном формате, с ориентацией на потребности вот большей группы участников. Там они часто очень простые, но глубина проработки разная. Вот. И, ну, в принципе, вот мы этим уникали, наверное, что мы делаем для многих дорогой недоступный продукт, ну, недорогим и доступным. Хотя, может быть, без такой глубины. То есть однажды к нам на тренинг Аркадий записался участник, для которого он параллельно вел такой же тренинг-курс, там, ну, засунул в пять раз большую. Вот. И он долго шутил. Ну, к счастью, у участника случилась командировка в Москву. Он не смог. И, в общем, конфликта интересов не было никакого, да. Но вот у нас довольно много таких тренеров, действительно, которые работают с большим бизнесом крупным, при этом понимают специфику молодежных стандартов, понимают, что стартап без бюджета – это не то же самое, что открытие пятерочки. И там нет вот таких стандартов многостраничных, да. Вот. Совсем другой подход. И вот, соответственно, и Александр Войнов много раз сотрудничал с командами и безвозмездно, да, Людмила Николаевна с нами вот по нашему социальному полику, скажем так, да, вот, когда есть возможность всегда присоединяется. И, соответственно, многие-многие другие. Ну, самое важное, что для экспертов, могу сказать, это является таким тоже интересным бизнес-мероприятием, полным каких-то идей, энергетики хороших, интересных людей. И очень многие, на самом деле, эксперты, инвестировав какое-то время в нас, платное или там бесплатное, или за символическую плату, вот, подчас, ну, на мой взгляд, получили не меньше, просто в другом измерении, там, новых социальных связей, идей, проектов, собственно, там, партнеров, ну, и так далее, и так далее, да. Ну, и к нам тоже уже кого-то привели. Вот, например, Александр у нас появился, к вам, говоря, Дмитрий Николаевич. Вот, видимо, поэтому сегодня такая встреча опять. Вот, да. Вы давно собирались. Вот есть два формата. Большинство людей заявляются сами со своим проектом. Да, то есть у человека есть идея, он с ней приходит. И над ним потом работают или присоединяются в какой-то команде. И мы сейчас новую точку входа, мы ее делаем долго, тяжело, уже два года почти сделали, никак официально не объявим и не запущим, потому что все время остается вот это чуть-чуть, проектные задачи. То есть, когда есть конкретный бизнес или социальная какая-то корпорация, компания, сообщество, у них есть нерешенная проблема или конкретный вот такой блок работы, под который они готовы вот как раз приглашать не исполнителей, а, ну, какую-то предпринимательскую инициативу, да, как партнеров. Тяжело формируется, тяжело запускается, но у нас уже потихоньку расширяется круг партнеров, которые в этом заинтересованы, список задач, и мы верим, что в конце концов это произойдет. И так, но неформально, что такое уже часто происходит. Вот. И мы заинтересованы в тех соответственно бизнесах, которые готовы такие партнерские штуки делать. Ну, и давайте дальше. Да, а еще у нас есть много других возможностей, например, вот мы являемся организаторами в Новосибирске Межрочийского чемпионата «Железный предприниматель», и мы являемся партнерами команды «Сайф», которая стала «Энектас», или «Энектэс», «Энектэс» с этого года международный бренд. Они хотят стать крупнейшей некоммерческой программой в мире. Вот. Хотели вступить в ООН, но они сказали, что у них всего что-то там 30 стран, это для ООН слишком мало. Вот когда будет хотя бы 80, тогда их поговорим. И у них сейчас задача, вот такая ближайшая, там, за пять лет, стать некоммерческой программой, охватывающей 80 стран соответственно. Но они являются крупнейшей студенческой программой в мире по количеству участников. Мы в Новосибирске тоже являемся такой мини-ячейкой партнерской. И, в общем-то, всегда рады, когда к нам кого-то рекомендуют. Давайте еще слайд дальше, еще слайд дальше, еще слайд дальше, еще слайд дальше, еще слайд дальше. Вот. Команда из России «Сибути» в этом году стала победителями российского этапа. поездила в Вашингтон представлять там всю страну. И давайте еще дальше. Вот. Более-менее успешно. И еще дальше. Это партнеры вот этого «Инаптуса» в России прошлогодней. Вот. У них там тоже есть своя система спецконкурсов. Да, тут есть «Контакты». А это проект победителя музея занимательных наук, который получил кучу поддержки победителя «Интерры». Он получил кучу всякой поддержки. Там выставлялся в одном-другом проекте музея. Вот. Последней точкой выставки был планетарий. Мест для выставки, собственно, не было. Но. Вот сейчас нам переживает какой-то кризис. Но мы верим, что это вот одна из тех вещей, которые могут стать воплощением социального предпринимательства. Да. И вот в проектах «Предсоединенные как именно социального предпринимательства» мы живы заинтересованы. Сейчас мы получили вот первую пилотную поддержку с нашим активным участием. Проект IT-сервис «Проект равные возможности» обучение треугольных инвалидов в IT-сервисе. Получил от фонда «Наше будущее» 400 тысяч на 3 года без процентов для того, чтобы запустить вот этот процесс обучения устройств инвалидов, создание рабочих мест на дому. И мы очень заинтересованы в любых партнерах по этому проекту. Например, кто готов становиться клиентом IT-сервиса с учетом его социальной специфики, что там работа инвалидов предоставляется. Например, кто готов помогать, искать нам этих инвалидов. Может быть, суперкадрам будет интересно помогать в таком стартапе делать отбор качественных инвалидов. Потому что это отдельная проблема, как из большой массы тех, кто как бы хочет работать, действительно приглашать тех, кто хочет работать с учетом специфики российского законодательства. Потому что у нас предусмотрен заблаговременно полугодовой процесс стажировки инвалидов, но потом мы таки должны по условиям проекта 5 человек трудоустроить. И это очень ответственный момент с учетом всех обязательств, возврата денег, оборудования на дому дорогого рабочего места. Попробую его потом демонтировать. Интересно. Ну вот, может быть, такая точка сотрудничества. И мы планируем где-то в конце января, начале февраля, запустить первую такую программу обучения группу из 30, выберем группу из 15 человек. Ну а потом еще примерно одну группу уже ближе к весне, учитывая ошибки двух первых. И вот там будет трудоустроено примерно 4-5 инвалидов, как те, кто ремонтирует компьютеры, и еще 2-3 на обзвоне с телефонами, кто пройдет обучение, будут способны говорить. Очень заинтересован в партнерах, которые точно могут здесь содействовать. Ну это вот тоже пример такого партнерства. Дальше, если там что-то есть. А, ну и да, вот есть какой-то клуб наших партнеров, у нас плохо все с дизайном, поэтому мы никак не вставим очень многих, чтобы тут все входили. У нас все время то одни, то другие, то третий. Ну тут ваш водотип мог бы быть, например, если бы мы так соорганизовались с дизайном. Но все равно это как-то что-то отражает. И, собственно, да, вот такая общая инициатива. В этом смысле, что мне интересно. Если вам интересно поучаствовать в чем-то, мне интересно расширение круга партнеров, потому что последний наш замочек, о котором мы сейчас думаем, это не проект, это вообще идея-идея, или идея-идеи. Это все-таки вот такая некоторая экономика. Она действует в коворкингах, она действует в инкубаторах, она действует в других сообществах, когда вот такие социально ориентированные проекты и де-факто на вшество действуют. Поддерживают друг друга через систему, например, взаимных скидок внутренних. Ну, с учетом вот этой социальной составляющей компоненты. Де-факто тренеры, которые соглашаются у нас работать безвозмездно или там за символическую плату, там, не знаю, там, ну, правда, очень широкая. Они де-факто в такой экономике участвуют. Они дают 100% скидку, то есть речь идет не о том, что мы даем 10% скидки, это не работает. А речь идет, когда люди дают 100% скидку, когда люди дают 90% скидку, когда люди дают 70% скидку, ну, в зависимости от стоимости услуги, ну, там, 50% скидку, в конце концов. То есть когда это рекламные акции для привлечения клиентов, Вот, а вот таким образом. И, вот, ну, здесь многие, вот такая некоторая неформальная сообщество взаимоподдержки есть, но мы надеемся его формализовать, капитализировать, и надеемся, что, в конце концов, это будет какой-то такой измеримый сегмент экономики. Ну, и при том, что, если кому интересно, в принципе, все ближе к тому, что сам социальный бизнес, социальное предпринимательство, он будет становиться, ну, таким официально признанным, вот, элементом экономики родного государства. Соответственно, отдельная юридическая форма? Нет, отдельной юридической формы почти наверняка не будет, вот, но отдельные формы, ну, статусы будут, отдельные формы канала поддержки приоритета, вот, ну, то есть вот, это активно обсуждается. Форма же все равно проектная, поэтому, скорее всего, что это будет именно в этом формате. Ну, да, да. Ну, то есть, условно... Получать здесь никто не будет. Ну, нет, например, вот мера, которая сейчас обсуждается, это закон о госконтракте, ФГС он как-то называется, да, значит, будет внесен такой пункт, что социальные бизнесы имеют приоритет при получении госконтракта. Ну, это вот, например... То есть, у тебя есть какие-то социальные инициативы, да? Ну, нет, например, если по законодательству там 25 процентов там, или 20 процентов сотрудников вашего бизнеса инвалиды, как было раньше, там, да, это такой... То есть, например, если Газпрому нужно, значит, ремонтировать ноутбуки, то вот этот самый проект получит приоритет, да? Ну, да. Ну, это маловероятно с Газпромом конкретно, у нас немножко в другом законодательном поле работает, как правило. Мне так представляется. Ну, допустим, администрация Новосибирской области. Ну, да, да, да. Ну, вот. Вот. И это тоже одна из идей, на самом деле. Почему бизнес туда будет идти? Ну, по крайней мере, в Америке эта система так устроена, что абсолютный приоритет тем, у кого есть социальные измерения. Вот. Пока мы работаем, скорее, просто с социальными и креативными проектами. Или разными добровольческими, добрыми, хорошими делами. Вот. А, всё? Я не исчерпал 20 минут чего? А, да, исчерпал. Ура! Мы что-то не хлопали где-то в переводе? Давайте всем, походу, всем. Ура, на этом клуб закончен. А, рефлексия? Рефлексия, да? Рефлексия. Давайте рефлексия. Все уже уже. Держи ручку. Это самое, рефлексирует. Так. Можно выключиться, правильно? Ну, вот, рефлексия, да?